В эфире итоговая информационная программа в студии Алена Куклева. Здравствуйте! В этот предпраздничный выпуск мы расскажем об основных событиях этой недели. Смотрите далее. Состоялась ночная репетиция Парада Победы. Глава региона встретился с ветеранами. В Борках обезвредили боевой снаряд. И на улице новый грузовик ушел под асфальт. В четверг вечером в центре Рязани прошла ночная репетиция Парада Победы. В ней приняли участие военнослужащие, сотрудники силовых ведомств, курсанты и кадеты. Я напоминаю, что телекомпания Город сделает Парад Победы в Рязани доступным для всех. Онлайн-трансляция будет вестись на нашем сайте город62.тв. О репетиции главного торжества года расскажет моя коллега Анна Герцовская. На площади Победы в 9 часов вечера начался настоящий праздник. Сюда прибыли парадные расчеты, войск Рязанского гарнизона и выстроились в ровные коробки. Вся репетиция полностью отражала события реального парада. Ни один момент не был упущен. От выноса знамени Победы до осмотра строевых песен на площади Ленина. Здравствуйте, товарищи! Здравия желаем, товарищ полковник! Поздравляю вас с 72-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! Ура! 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 Один за другим парадные расчеты торжественным маршем выдвинулись в сторону площади Ленина. Первыми мимо Вечного огня прошли несколько коробок десантников. Отношенный парадный расчет 137-го гвардейского парашютно-десантного рязанского ордена Красной звезды полка. Такая репетиция нужна для слаживания и подготовки войск Рязанского гарнизона к параду, чтобы абсолютно все 9 мая выглядело четко, красиво и достойно. По итогам, после прохождения парадных расчетов все неточности обсуждались. Однако представители командования заявили, что в целом гарнизон подготовлен к параду отлично. Конечно, были замечания по проведению сегодняшней репетиции, но 9 мая войска Рязанского территориального гарнизона выполнили все задачи, поставленные начальником Рязанского территориального гарнизона генералом-майором Концевым Анатолием Георгиевичем. Новшество предстоящего парада в том, что в нем впервые примет участие отряд юноармейского движения. Стоит сказать, реальный парад все-таки будет отличаться от репетиции. Представители рязанских войск облачатся в парадную форму одежды, на улицах города соберется еще больше людей, а на площади появятся ветераны, с которыми можно будет пообщаться. В эти дни, дни празднования годовщины Великой Победы, временно исполняющий обязанности губернатора региона, встретился с ветеранами войны и тружениками тыла. Николай Любимов вручил им награды и поздравил с праздником. С каждым годом их все меньше. Тех, кто сам видел, участвовал, помнит. Роковые годы, Великую войну и Великую Победу. Но все же, пока они живы и в гербовом зале звучат не только слова горечи и утраты, но и слова благодарности живым героям. Нет такой семьи в России, в Рязанской области, которая не коснулась войны. День Победы для каждого, от рядового россиянина до президента нашей страны, священный праздник, символ национальной области. Для них сегодня самое важное – это внимание, знать, что их помнят и чтут. Возможность раз в году, в цветущие дни мая, встретиться с боевыми товарищами и сесть за один стол. Услышать слова благодарности и увидеть мирных, молодых, свободных нас, ценой их жизни и молодости. В День Победы 9 мая сотни тысяч человек в разных уголках России примут участие в самой трогательной акции «Бессмертный полк». В каждом регионе шествия проходят по-своему. Люди с фотографиями своих отцов, дедов и прадедов пройдут по главным улицам и Рязани. Акция «Бессмертный полк» пройдет в нашем городе уже в пятый раз. 9 мая колонна людей, несущих фотографии участников Великой Отечественной войны, вновь откроет День Победы. Конечно, «Бессмертный полк» – это не просто акция, это возможность сказать спасибо героям-победителям. Она объединяет каждую семью и ее историю. А для того, чтобы в ней поучаствовать, достаточно всего лишь желания и фотографии. Ну и немного потраченного времени. Ведь портрет участникам нужно будет нести в руках. И в идеале это должно быть удобно. Ну, традиционно в прошлые годы использовались рамки формата А4, да, в которые вставляется распечатанная фотография. Фотография, соответственно, выводится, может, на черно-белом принтере быть. Практически, да, у многих, да, дома есть черно-белый принтер. И в основном все фотографии военных лет, они как раз и черно-белые, что, в принципе, ну, соответствует тому времени, тому периоду историческому. Когда изготовление производится своими руками в кругу семьи, наверное, от этого можно почувствовать более сильную причастность. Особенно детям, которые понесут в руках не просто портрет прадедушки или прапрабабушки, а настоящую и дорогую сердцу историю. До 9 мая остались считанные дни. В шествии может поучаствовать любой желающий. Кстати, на фотографиях могут быть не только участники Великой Отечественной войны, но и все люди, которых коснулась та эпоха. Труженики тыла, дети войны. Те люди, которые так или иначе были причастны к событиям, которые происходили в 41-45 годах, теперь уже прошлого века. На парад победителей выйдут и те, чьи родственники пропали без вести в годы войны. Надежду найти информацию о них многие не теряют по сей день. Таким примером служит семья Акилиных из Рязанской области. На протяжении нескольких лет они поднимали архивы и поиск принес результаты. Подробности в репортаже Галины Ершовой. Отсутствие фотографий, медалей и личных вещей. Никакой информации, кроме двух скромных строчек в книге памяти. Только воспоминания родных о том, что дедушка Акинин Матвей Михайлович погиб на войне. Он был обычным рядовым из села Панино Спасского района. В 40 лет пошел добровольцем на фронт, оставив жену и четырех дочерей. Мы исследовали весь путь, и он воевал на Можайском направлении, защищал он и Москву, был ранен, его комиссовали. Но прошло немного времени, и это связано с тяжелой обстановкой на фронте, он был вторично призван. На сборы техсведений Любовь Николаевна потратила несколько лет, а последние полгода вместе с сыном они работали почти круглосуточно. Поиски начали с родного села, где от дома дедушки осталась лишь обрушившаяся стена. Память народа, мемориал о погибших, сведения там немножко, там немножко, и вот это все собиралось. Однако самым действенным инструментом оказалось личное общение. Людмила Николаевна связалась с главой администрации города Ржева Тверской области. Именно туда распределили ее предка для ведения военных действий. В местных архивах удалось найти нужные сведения. Он в битву под Ржевом все воевал, все было хорошо. Воевал за город Белый и деревню Вязовку. Вот именно там он был ранен, и лежал он в Ильинском, в госпитале, в Полевом. Ранили его 9 марта 43-го года, а 13 марта от полученных ран он скончался. Сегодня благодаря их усилиям в городе Ржеве Акинину Матвею Михайловичу устанавливают памятную доску. Потомки героя надеются, что их история вдохновит рязанцев создать свое дерево рода, чтобы подвиги и имена ветеранов навсегда остались в сердцах подрастающих поколений. Кроме шествия бессмертного полка в Рязани запланировано много мероприятий. Одно из них – вальс победы, танцевальный флешмоб, как символ единства поколений стран-народов ради мира на планете. В этом году он пройдет и в Рязани. Ирина Ковалева расскажет о репетиции акции. Невероятная атмосфера сейчас царит на улицах Рязани. Абсолютно нет машин, люди танцуют, ходят радостные, счастливые. И хотя до праздника остается еще достаточно много времени, такое ощущение, что он уже наступил. Бравые ребята в военной форме, малыши, которые будут танцевать для ветеранов 9 мая, и заинтересованные зрители, получившие возможность окунуться в атмосферу праздника еще до его наступления. Все собрались на главных улицах Рязани вечером 4 мая, чтобы ненадолго представить, как пройдет главный праздник года. В этот вечер репетиция состоялась не только для участников парада, но и для школы танцев губернского бала, который вот уже несколько лет подряд организует 9 мая площадку вальс победы. Любой человек, когда какой-то большой крупный праздник, всегда играет музыка, гармонь. И 9 мая 1945 года является одним из самых ярких, наверное, праздников. Главная задача танцоров на 9 мая – пригласить на победный вальс ветеранов. Тех, кто весной 45-го года танцевал от радости на главных улицах города. И хотя мы сегодня не можем в полной мере ощутить то, что испытывали наши прабабушки и прадедушки, площадка вальс победы, по мнению ее участников, помогает перенестись в прошлое и окунуться в атмосферу великой радости. Меня, на самом деле, после каждого вот этого вальса победы переполняют чувства. Нам ведущий даже говорит, что поднимите руку вверх те, кого сейчас переполняют чувства. Я всегда поднимаю руку вверх. Легендарные Риоритов, Акстрот и, конечно же, король танцев вальс. 9 мая их могут исполнить не только ученики школы танцев, но и все желающие. Говорят, что вальс не такой сложный танец, его можно научиться танцевать буквально за несколько минут. Так говорят. А сейчас мы попробуем. Поверьте, любой участник площадки вальс победы 9 мая, так же, как и Влад, согласится обучить вас этим несложным движением. Несколько минут, и я уже довольно сносно вальсирую. Во всяком случае, этого достаточно для того, чтобы почувствовать себя частью великого праздника, великой победы. В Рязани сотрудники Росгвардии обезвредили снаряд времен Великой Отечественной войны. Предмет, напоминающий боевую мину, обнаружили в поселке Борки местные жители. Прибывшая на место инженерная группа рязанского ОМОНа выяснила, что снаряд является немецкой 50-мм миной 40-го года выпуска. Об опасной находке расскажет Валерий Седов. Такие работы жители поселка Борки запомнят надолго. Хозяин дома 108, Владислав, рыл ров под фундамент, и его лопата натолкнулась на очень необычный предмет. Как ему показалось, это был просто кирпич. Но стоило Владиславу выкопать его и взять в руки, как он понял, что это за предмет. Это был боевой снаряд времен Великой Отечественной войны. За моей спиной находится дом, который стоит, наверное, лишь благодаря чуду. Ведь еще совсем недавно он мог быть стер с лица города. Сегодня Владислава дома не оказалось. Он был на работе. Поэтому события того злополучного дня нам рассказал его сосед Юрий. Подъехал сначала скорую помощь, потом милиция подъехала, МЧС и пожарная машина. Тогда я вышел, слез с окна, вышел. Спрашивали, о чем дело-то. Вот мину нашел. Хозяин спрашивает, мину нашел. Ветерную достал из земли и положил ее туда. А я вот здесь рамки стою. Трех метров все от меня. И никто ничего не предупредил. Все молчком, тихо, все. Она вот трех метров от забора была. Это не страшно. Я потом, как узнал, я все. Приехавшие сотрудники полиции ограничили доступ к месту обнаружения опасного предмета. На месте происшествия группа инженерно-технического отделения ОМОНа отдела Росгвардии Паризанской области идентифицировала в обнаруженном предмете немецкую 50-мм мину 1940 года выпуска. Юрий рассказал, что на этой территории они играли еще детьми. Только благодаря счастливому случаю никто из них не натолкнулся на мину в те времена. Он также рассказал, что раньше на территории поселка были военные склады. Да и сам район, по его словам, во время Великой Отечественной войны бомбили неоднократно. Поэтому сколько таких подземных сокровищ хранит земля, неизвестно. В этом году еще одна памятная дата. 75 лет с начала легендарного сражения Второй мировой войны, Сталинградской битвы. Этому событию посвятили выставку в Рязанском Кремле. 80 произведений, созданных как известными художниками, так и непрофессиональными художниками-фронтовиками. Именно фронтовые рисунки могут рассказать о войне то, что не написано в приказах и донесениях. Сталинградская битва стала переломным моментом в ходе Великой Отечественной войны. В этом году исполняется 75 лет с начала этого легендарного сражения. И в связи с этой датой государственный историко-мемориальный музей-заповедник Сталинградской битвы города Волгоград предоставил Рязанскому Кремлю экспозицию Сталинград 42-43 годов глазами художников. На выставке посетители смогут увидеть рисунки, сделанные участниками Сталинградской битвы и более поздние работы, созданные по наброскам военного времени. Здесь представлены как портреты участников, так и жанровые сценки, на которых можно увидеть военную технику, улицы Сталинграда и разрушенные здания военнопленных. Также в залах музея представлены несколько работ, которые показывают войну с другой стороны. Это рисунки немецких художников. Среди них произведения солдата-пропагандиста Франца Лиска, а также Курта Ройбера, автора знаменитой «Сталинградской Мадонны». Военный врач написал ее на обратной стороне карты в декабре 1942 года. Тогда он находился в Сталинграде в окружении. Для немцев, которые страдали от холода, голода и видели, что у них перспектив никаких для спасения нет, это явилось определенным лучом надежды и вызвало у них какие-то такие чувства человеческие. Подлинник «Сталинградской Мадонны» хранится в Берлине, а музей-заповедник «Сталинградская битва» предоставил Рязанскому Кремлю копию этой знаменитой работы. Организаторы надеются, что, соприкоснувшись с вещами, выхваченными непосредственно из знаменательных событий, многие взглянут на историю Великой Отечественной войны другими глазами. Кроме того, всех посетителей ждет сюрприз. Сегодня в залах Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника можно увидеть порядка 70 имен героев уроженцев Рязани, которые погибли под Сталинградом. Татьяна Челикина, сотрудник Рязанского Кремля, вполне могла бы найти здесь фамилию своего деда Василия Печнякова. В 1942 году его призвали на фронт. В составе стрелковой бригады он попал под Сталинград. Его часть за 100 километров отправляют на подступ, поконируют окопы. И вот что известно, что погиб он 8 августа. То есть где-то он пишет письмо своей жене, вот последнее, третье, от 2 августа. Она датирована 2 августа, в котором написано, что сейчас иду в бой, что будет дальше, не знаю. На сайте «Подвиг народов» Татьяна нашла информацию о точном месте захоронения своего деда. А в год 70-летия Победы вместе с семьей она отправилась в Волгоград. Там они прошли с фотографией Василия Печнякова в составе бессмертного полка. Поднялись на Мамаев курган, но, к сожалению, к месту могилы добраться так и не смогли. Сегодня, находясь среди экспонатов этой выставки, она вспоминает своего деда. Ну, а у рязанцев есть возможность найти в предоставленных Волгоградским музеем списках фамилии своих родственников. Торжества в честь праздника Дня Победы проводят и для подрастающего поколения. Школьники и совсем еще маленькие дети принимают участие в парадах, акциях и праздниках. О важности сохранения в памяти молодого поколения, истории и подвига нашей страны расскажет Галина Ершова. Маленький праздник, День Победы, отмечает вся страна! Называют наши деды паревые ордена! Этим юным дарованиям всего пять лет, но они уже настоящие патриоты. Поют военные песни, читают стихи и танцуют победный вальс. Более 300 воспитанников детского сада номер 26 ежегодно участвуют в собственном параде Победы. При этом ясельная группа или выпускники значения не имеет. Каждый ребенок уже знает, что празднует 9 мая и какой ценой досталась радость этого дня. Дню Победы означает, что когда все воюют и остальные люди умирают. В этот пастырь сложаться. Тогда бывает салют. Что всегда отмечают, когда все папы и дедушки воевают. Расскажи нам, пожалуйста, про георгиевскую ленточку. Что ты знаешь? Черный цвет обозначает пепел, а оранжевый пламя. Знают дети и о боевых листах. В честь праздника они вместе с воспитателями создают красочную стенгазету с именами героев. Большинство ребят никогда не видели своих прабабушек и прадедушек. Но это не мешает им с блеском в глазах рассказывать об их подвигах. Мой дедушка был на войне, но умер у бабушки моей дома. У него были очень много ран. И вот он умер, и я не увидела его. У него очень много медалей. И он был хорошим самым и самым милым в моей жизни. Готовиться к празднику дети начинают сразу после Нового года, посвящая все свободное время военной теме. Строевой шаг дети начинают тренировать уже с января месяца. А уже потом, когда снег растает, родители для нас приготовят плац, и мы начинаем маршировать с детьми. К реконструкции событий военной эпохи активно подключились родители. Они своими руками изготовили самолеты, танки и катера, превратив обычные детские коляски в боевую технику. Праздничную эстафету маленьких на таких важных парадах приняли и школьники. Мастерство строевого шага и знания военных песен продемонстрировали ученики восьмых классов. А на импровизированном плацу зрители увидели все виды военных подразделений – танкистов, моряков, десантников. Но славится школа не этим. На ее базе создан первый в Рязани георгиевский класс. Идея георгиевского класса возникла у нас два года назад, перед 70-летием Великой Победы. Сделали предложение такое – сшить форму всем детям и всем участвовать в параде бессмертного полка. По фотографиям вот эти гимнастерки, пилотки. Ну вот сейчас ребята говорят, что звездочки не должны быть на пилотках. Благодаря вдохновению родителей, которые своими руками сшили форму военной эпохи, современных детей сложно отличить от тех, кто встречал весну 45-го года. Дух времени они принесут с собой на праздник в честь 9 мая. Возглавив парад победителей – многотысячный бессмертный полк. Илья Штехнов пройдет во главе колонны с портретом своего прадеда. Историю его жизни мальчик узнал от бабушки. Мой прадедушка Волынский Петр Иванович родился в 1909 году в селе Березово Михайловского района Рязанской области. На войну ушел в июле 1941 года. Воевал на Ленинградском фронте в 254-й стрелковой дивизии радистом. Однако узнать это только половина работы. Факты из жизни, важные даты и подвиги дети систематизируют и сохраняют для следующих поколений. Работа ведется уже в течение двух лет. Создали дети вот такую книгу памяти. Здесь у каждого ребенка есть информация об их родственниках, погибших или участвующих в годы Великой Отечественной войны. Так из истории отдельных семей плетется кружево жизни целого поколения. Картина военных и трудовых будней победных 40-х годов. Спасибо, прадед мой, за ту победу, за солнце, что сейчас над головой. И от тебя прямую эстафету, чтобы на земле нам сохранить покой. К другим темам этой недели. Улица Новая, проблемы старые. В Рязани на этой неделе грузовик провалился под асфальт. Произошло ЧП на полосе общественного транспорта. Как рассказал водитель грузовикам, такое с ним случилось уже не впервые. Пару лет назад он попадал в такую же историю. Его авто проваливалось в асфальт на улице Первомайской. Тем не менее, дороги в городе ремонтируют. Даже появилась чудо-новинка для заплатки ям. Марина Комиссарова расскажет, что это такое. Улица Большая, о которой до недавних пор с содроганием думал каждый житель густонаселенных районов под Рязанью. Дорога на работу в Рязань и домой всегда испытание для автовладельцев. Сколько автомобилей повреждено здесь в межсезонье, страшно подумать. Улица Большая, также капитальный ремонт. С уширением проезжей части от поворота на глобус и до поворота на улицу Тимакова. На одну полосу. Поверхность асфальта, напоминающая стиральную доску прошлых веков. Или, как любят выражаться автовладельцы, дорог после бомбежки. Все это о Куйбышевском шоссе. Ежегодно здесь идут раскопки и ремонт теплотрасс, что затрудняет и без того непростое движение. Дорога, ведущая из города на федеральную трассу, уже много лет в таком состоянии, что сердце замирает от мысли, как лавировать среди всех этих ям и выбоин. Однако в этом году проблема, кажется, будет устранена. По Куйбышевскому шоссе будет производиться вынос теплотрассы. Капитальный ремонт будет проводиться на протяженности 1,6 километра полотна. Капитальный ремонт планируют еще на одной легендарной улице. В порядок приведут проезд Шабулина. В центре внимания власти остается ямочный ремонт. Мы стали свидетелями того, как в нашем городе внедряют новые технологии, которые позволят выполнять ямочный ремонт качественно. И словосочетание это перестанет быть крылатой фразой, ассоциирующейся с халтурой и скорым возвращением ям. Мы увидели работу уникального автомобиля-робота. В Центральной России это первая подобная машина. Вот эта машина называется патчер. Это английское слово. Буквально означает лоскут в буквальном переводе. Еще выражение тупач значит штопать, латать. Благодаря специальной технологии ямы не только заделывают. Такой ремонт еще и предотвратит дальнейшее разрушение асфальта. Полностью роботизированная техника. Работу, которую дорожники будут делать всю ночь, выполнит за час. Вот только управлять чудо-техникой тоже надо научиться. Сейчас, майские праздники, оператор тренируется. Заделывает ямы на Подгорной и Урицкого. А после приступит к полноценной работе. Открытие мотосезона – долгожданное событие для тех, кто всю зиму считал дни до возможности оседлать железного коня и умчаться на высокой скорости прямо в ночь. А вот жителям города такая ночная романтика доставляет массу неудобств. И главный из них – это шум, который распространяется от транспортного средства на многие сотни метров вокруг. Днем, замечая на дорогах города байкеров, кто-то смотрит на них с интересом, другие с восхищением, а многие просто не замечают. Однако отношение к мотоциклистам резко меняется ночью. Особенно у тех, кто проживает в домах, расположенных вдоль оживленных дорог и магистралей. Шум, издаваемый мотоциклами, не дает заснуть тем, кто только готовится отправиться в объятия «Морфея» и жестоко вырывает из сна тех, кто уже видит десятый сон. В адрес госавтоинспекции с открытием мотосезона постоянно обращаются граждане с жалобами на неадекватные действия водителя мототранспорта, на излишний шум, который они воспроизводят. Однако максимум, что в данном случае могут сделать сотрудники ГИБДД – это выехать на место сборов байкеров, проверить их документы и провести профилактическую беседу с водителями. А вот если по улице на немыслимой скорости промчалось несколько мотоциклистов, разбудив тем самым жителей окрестных домов, то с этим, как это ни печально, ничего уже не поделаешь. Догнать таких нарушителей спокойствия практически невозможно. Да и камеры видеонаблюдения вряд ли помогут. Большинство таких гонщиков ездят на незарегистрированных мотоциклах и зачастую даже не имеют прав нужной категории. И, кстати, именно они становятся виновниками большей части дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклов. Так, в этом году количество подобных ДТП увеличилось на 50%. Самым распространенным нарушением среди водителей мототранспорта является управление транспортным средством водителем, не имеющим категории, но управление таким мототранспортом. Против нарушений правила дорожного движения выступает Союз мотоциклистов Рязани. Образован он был около двух лет назад с целью популяризации мото-движения активного образа жизни. Члены этой общественной организации уверены, те байкеры, которые вступают в различные клубы и объединения – состоявшиеся люди. Им нет нужды гоняться на бешеные скорости по ночным улицам. Скорее всего, это самоутверждение каких-то определенных группы населения. Скорее всего, это молодые ребята, которые только что купили мотоцикл, им как-то надо выделиться, может быть, где-то там газануть и прочее. К слову, штраф за неисправные глушители составляет всего лишь 500 рублей. Это при условии, что шумного мотолюбителя удастся догнать. Выход из сложившейся ситуации предложили на сайте российских общественных инициатив, а именно запретить передвигаться в черте города на мотоцикле с 10 вечера до 7 утра. Конечно, подобный законопроект, если он будет принят, вряд ли придется по вкусу байкерам, да и проблему, скорее всего, не решит. Ну, во-первых, те, кто таким образом нарушает покой граждан, они уже вне закона. То есть это, как правило, люди, у которых не зарегистрированы мотоциклы, нет прав, нет экипировки. То есть, ну, как бы молодежь, которой некуда девать свою энергию. Поэтому я думаю, что закон это ни к чему не приведет. Кстати, голосование по вопросу принятия данного федерального закона на сайте российских общественных инициатив закончилось в марте этого года. За проголосовало свыше тысячи человек, против чуть более 700. Цифры в масштабах страны абсолютно несерьезные. Так что вряд ли подобный закон в ближайшее время будет принят. По мнению байкеров, выход один – работать с молодежью и объяснять, что погонять на высокой скорости можно на треках или на специальных соревнованиях. На этом у меня все. Новости вы также можете увидеть на нашем сайте. Напомню, 9 мая на сайте телекомпании будет онлайн-трансляция Парада Победы. Мы поздравляем вас с наступающим Днем Победы и желаем мирного неба над головой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова